Добрый день, коллеги. Хочу представить вашему вниманию разбор клинических случаев у пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы. И поможет мне в этом профессор Борис Яковлевич Алексеев. Что ж, приступим. И первый клинический случай – это пациент 77 лет с диагнозом рак предстоятельной железы CT3BN0M0. По результатам гистологии верифицирована аденокарцинома сумма глиссена 6, ПСА 8 нанограмм на миллилитр. Пациенту с местно распространенным раком предстоятельной железы проведена гормонно-лучевая терапия. При этом, как мы видим, что андроген-депривационная терапия составляла всего лишь 6 месяцев. И что же дальше? Через 3 года у пациента развился ПСА-рецидив, а именно ПСА составлял 3 нанограмм на миллилитр. В связи с чем пациенту назначена интермитирующая гормональная терапия в течение 5 лет. И через 18 месяцев после отмены андроген-депривационной терапии пациент обратился к нам с жалобами на макрогематурию, а также у пациента зарегистрирован дальнейший рост ПСА. ПСА составлял 19 нанограмм на миллилитр. И тут без всяких вопрос конкретно у меня, потому что пациент обратился ко мне вот с такими вот жалобами, с таким значением достаточно высоким ПСА, что из стандартных методов обследования или нестандартных, что я могу пациенту на первом этапе назначить? Спасибо. Ну, я думаю, что вы должны назначить стандартное радиологическое обследование, которое включает данному пациенту, которое включает в себя синтеграфию скелета и компьютерную термографию трех зон. Можно, конечно, обсудить вопрос и о выполнении ПЭТ-КТС ПСМА, но потому что, по идее, у этого больного биохимический рецидив, да, биохимическое прогрессирование, ПЭТ-КТС ПСМА, можно, оно входит в стандарты ОМС в данном случае, но тут надо иметь в виду вот что, что тогда, если вы на старте сейчас проведете ПЭТ-КТС ПСМА, дальше вы должны будете для оценки эффекта делать только этот метод обследования, и вы должны понять, насколько это будет для больного возможно, доступно. Я бы начал со стандартного обследования. Абсолютно с вами согласны. Мы можем, конечно, назначить пациента ПЭТ-КТС ПСМА, но у нас действительно в городе не всегда бывает все просто, поэтому мы пациенту провели стандартные методы исследования, такие как компьютерная томография трех зон с контрастным усилением, а также пациенту выполнено скинирование костей скелета. И радиологически у пациента зарегистрирован продолженный рост первичной опухоли с инвазией в мочевой пузырь, где нельзя было исключить опухоль мочевого пузыря. Также у пациента впервые зарегистрирован метастаз в седьмом ребре слева и подозрение на метастаз в двенадцатом грудном позвонке. Из осложнений у пациента визуализирован гидронефроз справа за счет блока устья правого мочеточника. И, Борис Аковлевич, вот здесь у пациента есть осложнение. У пациента, напомню, макрогематурия. Что я должна буду делать? Начать с осложнений или могу подключить уже лечение? Все-таки напомню, что ПСА-19 у нас. Да, спасибо. Ну, я думаю, конечно, здесь параллельно надо, здесь надо начинать андроген-депривационную терапию, безусловно, и, ну, может быть, под прикрытием, если вы с агонистов, начинаете, там, антиандрогенов старых для профилактики их синдрома вспышки. И параллельно, конечно, больному надо делать обязательно цистоскопию и устранять блок. Но путем стентирования в таких случаях это удается крайне редко, потому что большая месораспределена опухоль предстоятельной железы, да еще лучевая была, как правило, там стентирование уже не помогает, поэтому нефростомию, конечно, надо делать. Параллельно. Мы так и сделали. Мы пациенту ввели сначала агониста ЛГРГ, то есть начали андрогенодепривационную терапию, пациенты выполнены нефростомии справа, выполнена цископия под наркозом, гемностатическая трансрультральная резекция мочевого пузыря. И по результатам гистологии верифицирован продолженный рост аденокарцином предстоятельной железы АйСУП-4. Борис Акульевич, я перелеснула. И тут у меня следующий вопрос. Какие мои дальнейшие действия у пациента? Запомню. Напомню, выявлен впервые метастатический очаг, и очаг располагается за пределами осевого скелета, но и еще один очаг у него располагается в пределах 12-го грудного позвонка, поясничного. Спасибо. Но еще раз повторю просто о том, что мы имеем большую доказательную базу для того, чтобы рекомендовать вашему пациенту комбинированное лечение. И опять же, в данном случае, конечно, я бы, да, потому что именно комбинация, как видите, позволяла улучшать лечение, но у вашего пациента по тем данным, которые вы привели, имеются олигометастатические процессы. то есть у него имеется малая метастатическая, два, если я не ошибаюсь, да, два очага, и все, больной с малой в позвонках, то есть во всем скелете. И я уже сказал, что в своем предыдущем докладе я имею в виду, что у больных с малой метастатической нагрузкой далеко не все комбинированные режимы приводят к улучшению результатов. Но комбинацию с лучевой терапией мы здесь не говорим, потому что больной уже получил лучевую терапию на предстательную железу. и конечно я бы данному больному рекомендовал комбинацию с антиандрогеном нового поколения или с апоутамидом, о котором я говорил, или с энзоутамидом. Вот я уже упоминал исследование Арчеса, обратите внимание, у больных с малой метастатической нагрузкой удавалось снижать риск смерти, то есть улучшать общую выживаемость на 34%. Вот видите в правом столбике это отмечено. На данном слайде показан еще раз дизайн исследования Арчес, это двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, куда включали пациентов с большим объемом, с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы, извините, пожалуйста, и стратифицировали их при передрандомизации по объему, как раз большой или малый объем метастатического поражения. И вот выживаемость больных на этом графике продемонстрирована, например, 4-летняя выживаемость, вы видите, 71% пациентов, которые начали терапию с комбинации АДТ плюс энзолутамид оставались живы в течение 4-х лет. Медиана, как видите, еще совсем-совсем не достигнута и явно она будет больше 5-ти лет однозначно, больше 6-ти лет скорее всего, может быть, даже страшно подумать и достигнуть 7 лет. И еще раз повторюсь, что снижение риска смерти составило 34% вне зависимости от объема метастатического поражения. И у больных с олигометастазами на левом графике, и у больных с большим объемом на правом графике, видите, энзолутамид давал одинаковое преимущество. Точно точно так же, как у вас пациент, о котором вы сейчас рассказываете, с рецидивным процессом, исходно М0, как здесь написано, исходно у него была стадия М0. Обратите внимание, то же самое комбинация ДТ-сензолутамидом продемонстрировала преимущество и у больных, у которых исходно был не метастатический процесс, они получали или лучевую терапию, как ваш пациент, или простатектомию, потом прогрессировали до метастатического стадии, и энзолутамид и в этой группе больных давал статистически достоверное преимущество. Но еще раз показано это на форестплоте, на подгрупповом анализе, что у больных с малым объемом комбинация АДТ-плюс энзолутамид снижает что эта комбинация неплохо переносится, есть астенизация, есть артериальная гипертензия, когнитивные расстройства безусловно, но надо понимать, что эти нежелательные явления развиваются на фоне гораздо более длительного приема препарата. Опять же, посмотрите, энзолутамид больные больше 40 месяцев принимали в исследовании Арчес, и только меньше 14 месяцев они пили плацебо в группе АДТ-плюс плацебо. И вот на правом графике это такой анализ, когда частота нежелательных явлений анализируется по сравнению с временем приема препарата. И вот если мы на это посмотрим, то мы увидим, что энзолутамид переносился практически не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, имеется в виду именно во времени частота нежелательных явлений к времени приема препарата, лучше, чем плацебо. И это, конечно, позволяет поддерживать качество жизни наших пациентов. Вашему пациенту, по-моему, достаточно уже много лет, да? Да, достаточно. Да, и качество жизни тоже надо иметь в виду. Поэтому, конечно, я бы рекомендовал ему то, что вы и сделали. Спасибо. Спасибо. Забежали мы немножечко вперед. У меня был вопрос по поводу эстематифицирующей терапии таким пациентам. Все-таки показано? Нет, не показано, потому что она не приносит никакой клинической эффективности. Остеомодифицирующие агенты показаны только больным, у которых на фоне андрогенной депривации развивается остеопения или остеопороз. Если вы проводите денситиметрию, доказываете, что у больного имеется остеопороз, вы можете проводить, но совсем в других режимах один раз в полгода. Ну да, Борис Яковлевич, согласно, собственно, вашим исследованиям, представленным вами исследованием, пациенту назначили с рецидивным инстатическим гормоночистительным раком предстоятельной железы с low-volume дезис, назначили андрогенотепривационную терапию на фоне антидрогенов второго поколения, на фоне энзолотамида. Через 12 месяцев от старта терапии данной комбинации мы отметили снижение ПСА более чем на 90%, ПСА составил 0 нанограмм на миллилитр, что является хорошим прогностическим признаком. Радиологически у пациента стабилизация из нежелательных явлений не отмечено никаких проявлений. И следующий клинический случай, где пациент уже более молодой, пациенту 58 лет, пациент к нам обратился уже в финале своей терапии. Из-за анамнеза представленной нами имелось якобы локализованный рак предстоятельной железы ПСА-4 нанограмм на миллилитр, больному выкополнили радикальную, как заявлено, роботостированную простатоктомию, и результат гистологии пришел ошеломительный. Помимо того, что аденокарцинома сумма глиссона-10 прорастала семенные пузырьки, отмечались метастатические тазовые лимфатические узлы, а также у пациента имелся положительный хирургический край. При этом напомню, что ПСА до операции составлял 4 нанограмм на миллилитр. В связи с крайне высоким риском больному проведена адъювантная лучевая терапия и андроген-депривационная терапия до индукции, то есть 6 месяцев. Сразу после отмены определяемый ПСА 0,4 нанограмм на миллилитр. При ПЭТ-КТ с ПСМА позитивный тазовый лимфатический узел 2,5 сантиметра по короткой оси, а накапливающий трейсер СУВ-8. Как вы считаете, что пациенту дальше назначили? Какой самый оптимальный в его случае? Скажите, пожалуйста, какой был объем облучения одевантного? Проведено сот, насколько я помню, около 60 грей. Нет, но это на таз или на ложе? И на ложе, и на лимфоузлы, и на ложе. И зоны лимфотока облучались, и в этих зонах облученных регионарного метастазирования развился, не развился, а был выявлен метастаз. Но как мы видим, что он и был, и остается у нас. Независимо от того... но это же сейчас, уже после облучения. Да. А он был до облучения? Ну, то есть, это была одевантная или это... Это была одевантная лучевая терапия, но мы видим, что после операции мы уже имелись метастаза. Он как бы радиологически не выявлялся, правильно? Он стал выявляться после... Все правильно. Ну, на самом деле, по стандартам, как стандартный метод лечения, этому больному надо назначить, как больному с олигометастатическим процессом, андроген-депривационную терапию в комбинации с андиандрогеном нового поколения. Как исследовательский подход, здесь можно применять, так называемую, метастазно-направленную терапию в виде или сальважной лимфодисекции или стереотоксической лучевой терапии на область. лучевые терапевты возьмут после, то я почему спрашивал, какой был объем, какие дозы, все они согласятся. Но мы активно занимались, так же, как и вы, сальважными лимфодисекциями. Дело в том, что, к сожалению, ПЭТ-КТ имеет очень низкую чувствительность в отношении выявления метастазов. исследование видит один метастаз, мы выполняем операцию, находим 10 метастазов. Это, я думаю, у вас такие же данные. Ну, если, вот, поэтому, вот если вы, ну, 58 лет, ну, я бы предложил больному какой-то из методов метастаз-направленной терапии или хирургии или лучевой терапии, да. Но как исследовательский подход, как стандарт, это АДТ плюс антиандроген. Можно дополнительный вопрос? А вас не смущает, что фактически сумма Глиссона 10 у больного с распространением полиэмфоколлектором опухоли тотчас после завершения гормонолучевой терапии уже дальнейшая диссеминация? Конечно, что за счастье не смущает? Мне это не нравится. Поэтому я говорю, что я бы назначил сразу системную терапию, но 58 лет я бы с ним поговорил на предмет метастаз-направленного лечения. С пациентом поговорили по поводу метастаз-направленной терапии, в связи с чем пациенту проведена сальважная лучевая терапия на область солидарно-медистатическо пораженного тазово-лимфатического узла, и опять же андроген-депривация составляла до индукции 6 месяцев. Через 3 месяца после отмены андроген-депривационной терапии по результатам ПЭД-КТ мы видим дальнейшее прогрессирование в виде наличия позитивных забрешенных лимфатических узлов, и ПСА у нас составляет ПСА незначительно подрос до 0,5 нанограмм на миллилитр. Что дальше будем делать? Дальше уж точно надо назначать системную терапию АДТ плюс антиандрогенного поколения. Пациент наставит сохранение либидо максимально насколько можно. После радикальной простатоктомии расширены и облучение у него... Видимо, что-то было в начале все это время до индукции. Не томите, Ольга Ремезановна. Нет, я знаю таких пациентов и может быть даже этого вашего знаю. Он не из Приволжского федерального округа случайно? Нет, это местный. Ну, мало ли, что он настаивает. Знаете, это была хорошая карикатура в свое время, когда я еще был молодым анкоурологом Мария Игоревна. Не помним. В институте учились, поэтому вы не помните, когда обсуждался вопрос о нервосберегающих простаток. Сейчас он не обсуждается, тогда еще обсуждался простатоктомии. И она заключалась в том, что больного везут из операционной, но он накрыт простыней, но все равно видно, что у него хорошая эрекция после нервосберегающих. Навезут его в морг. Ну, такая карикатура. Поэтому надо ему объяснить, что он проживет значительно меньше, если ему не назначить метод лечения, который объективно продлит жизнь. АДТ плюс антиандроген нового поколения. Ну, пациенту продолжили сальважную учевую терапию, но уже на забрюшинные лимфатические узлы. Также пациенту назначена монотерапия бекулотовидом 150 мг в течение 6 месяцев. Через 3 месяца после завершения лечения по результатам ПЭТ-КТ мы видим позитивный метастаз во втором поясничном позвонке. И ПСА у нас также составляет всего лишь 0,7 на анаграмм на миллилитр. Что мы будем делать дальше? Почему пациенту рекомендовали бекулотовид? Я вам уже сказал, что надо делать, а вы упорно сопротивляетесь. Хорошо. Следующий вопрос. Нет, но смотрите, это же вот типичная, к сожалению, ситуация по поводу этой метастаз направленной терапии, потому что действительно мы вот вы облучили тот один узел, тут же появились через 3 месяца, но не появились, они были, они просто стали выявляться, лимфодисекциями облучили облучили их, появился это вот проблема. Кстати, если уж говорить, я сегодня уж не стал Петра Владиславовича спрашивать, вот эти вот, понимаете, стереотоксические варианты сальважной терапии, они доказано проигрывают, как минимум элективно, если бы сразу облучили, и уж точно проигрывают расширенным лимфодисекциям, это было несколько исследований. Ну, понятно, что все они ретроспективные, но это так, к слову, сейчас, мне кажется, надо... Уже надо, да? Ну, нет, пациенты дальше продолжили сальважную лучевую терапию, теперь уже на метастатический второй поясничный позвонок, также, опять-таки, возвращение к андрогенодепривационной терапии, и опять же, также до индукции, и в периоде вне лечения через 6 месяцев по ПЭТ-КТ регистрируются все те же самые лимфатические узлы, они также накапливают по сама трейсер, метастазы в тазовых лимфатических узлах, в забрюшиных лимфатических узлах, а также подозрения на метастаз в Эль-2, независимо от того, что ранее провели лучевую терапию. Но при этом ПЭТ-СА у нас незначительно подрос при таком распространении 1 и 1. И вот сейчас наконец-то пациент уже обратился к нам, не буду вас томить. Ольга Румизановна, можно я вопрос задам? У нас викторина здесь. Борис Яковлевич, а вы угадаете клинику по почерку? Где лечился пациент? Я же вам уже на ухо сказал, что я даже, наверное, пациента знаю. Пациенту. Извиняюсь, я опять Борис Яковлевич перечеркнула. Да нет, но я просто хотел еще добавить несколько слов о том, что вот было еще одно, там промелькнул у вас бикулутамид, что было еще одно очень интересное исследование, которое показало преимущество комбинации АДТ с антиандрогенами нового поколения, это исследование энзомед, и в нем как раз сравнивали АДТ плюс энзолутамид и АДТ плюс антиандроген первого поколения, бикулутамид, в том числе флутамид, но и нелутамид, который у нас в России никогда не применялся. И в этом исследовании, кстати, достаточно большая доля больных успели получить и доцитоксел при включении в протокол, поэтому это, можно сказать, первое исследование, которое позволило изучить эффективность триплетных схем. И медиана наблюдения здесь, обратите внимание, была очень большая, 68 месяцев, это самый длительный флоп от всех исследований третьей фазы, касающихся комбинации при гормоночувствительном метастатическом процессе. Посмотрите, какое преимущество общей выживаемости достигнуто было на отрезке пять лет, 10% абсолютный риск, снижение абсолютного риска, 10% пятилетней выживаемости, а снижение риска смерти относительного на 30%. И оказалось, опять же, что вот эта новая, если хотите, максимально андрогенная блокада с включением энзолутамида, она приводила к достоверному увеличению выживаемости по сравнению со старой максимальной андрогенной блокадой. Опять же, вне зависимости от объема, вы видите, стрелочкой показана метастатическое поражение, вне зависимости от степени дифференцировки, опухоль, это что касается вашего пациента с глиссоном-10, насколько я помню, вне зависимости от дифференцировки опухоли, сочетание андроген-депилляционной терапии с энзолутамидом, как видите, давало достоверный выигрыш в общей выживаемости пациента. И как я говорила, что пациент обратился к нам за дальнейшим лечением, пациенту с рецидивным метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы с глиссоном-10 с низкой метастатической нагрузкой назначена постоянно андроген-депривационная терапия на фоне энзолутамид. Ости модифицирующие препараты больному не показаны, и тут создается вопрос, то, что такие пациенты встречаются не так часто, как контролировать течение опухолевого процесса у пациента с пациентом не продуцирующим раком предстательной железы. Нужны ли какие-то, может быть, дополнительные тесты, чтобы контролировать их лечение? Ну, насчет дополнительных тестов в плане диагностики я не уверен, я думаю, что просто этим больным надо регулярно проводить радиологическое обследование. В данном случае, раз ваш пациент постоянно получает, ну, в смысле, не получает, а ему проводится ПЭТ-КТ с ПСМА, наверное, это надо делать, но дополнительные диагностические тесты я не думаю. А что, на что вы намекаете? Ну, как я напомню, что у нас с ПЭТ-КТ не так все просто. ПЭТ-КТ у нас есть показания только пациента с рецидивным раком предстоятельной железы после только локальных радикальных методов лечения. Но вы, но ему же все... Да, этот конкретно пациент подходит, но есть пациенты, у которых не было радикального метода исследования, вот с ними сложнее, поэтому, может быть, что-то вы подскажете. Нет, нет, просто этот пациент уже в процессе вот лечения и наблюдения проходит исключительно, ну, по крайней мере, вы показывали нам данные исключительно под КТ, поэтому сейчас уже переключаться нельзя на другие методы обследования. А вообще, у больных с пациентом не продуцирующими опухолями я бы придерживался стандартных радиологических обследований с антиграфией и КТ. Ну, теоретически мы можем сравнить КТ-фазу ПСМА под КТ с контрастным усилением и, собственно, КТ-фазу стандартного КТ при необходимости, если ПСМА под КТ будет недоступен. А вы будете мутации смотреть этому больному? Я хотел спросить, определяли ли больному мутации геново-гомологичной рекомбинации? Конечно, это надо сделать. В процессе определения как раз-таки забрались стеколы блоки пациента, сейчас ждем ответ по мутациям для решения последующей тактики, так как риск есть. И третий клинический случай, пациент 65 лет, обратился к нам с жалобами на интенсивные боли в спине, наблюдающиеся в последний месяц плохо оккупирование стероидно-противовоспалительными препаратами. Также в течение последних пяти лет больной отмечает затруднение при мочеиспускании. Пациенты выполнены стандартный объем обследования компьютерной томографии трех зон с контрастным усилением, скинированием, а также биопсией предстоятельной железы. По результатам обследования, по результатам компьютерной томографии выявлены метастатические очаги в тазовых, забрешенных, медицинальных лимфатических узлах. И забыла сказать о том, что пациент обратился с ПСА 1769. По результатам биопсии верифицировано аденокарцинома сумоглисинов 8. По результатам скинирования костей скелета отмечались метастатические очаги в позвонках, в костях таза, ребра, левая плечевая кость, а также компрессионный перелом в пятом поясничном позвонке без смещения и, соответственно, как и говорила, болевой синдром. Таким образом, пациенту выставлен диагноз рак предстоятельной железы CT3B, N1, M1, B, GLSEN-8. Какую лечебную тактику мне бы стоило выбрать на первом этапе у такого пациента? Что касается перелома пятого позвонка, конечно, я всегда для этих пациентов направляю онко-ортопедам для того, чтобы решить вопрос тактики, тактически надо или не надо осуществлять какое-то ортопедическое пособие этому пациенту. Если он без смещения, в данном случае, скорее всего, не надо, поэтому... Консультирован не надо. конечно, надо начинать. Ну, вот такому больному я, пожалуй, бы начал с АДТ, с триплета. АДТ плюс антиандроген нового поколения. Но у нас это пока, к сожалению, в рамках рутинной практики невозможно. Ну, рутинной, да, но вот сейчас мы продолжим. Да, таким образом, пациенты с Денова, метастатическим гормоночувствительным раком председательной железы, с высокой метастатической нагрузкой и болевым синдромом проведено индукционное лечение. Пациенту назначена андрогенодепривационная терапия, причем на старте для профилактики синдрома вспышки введен антагонист ЛГРГ, в последующем переведен на агонист ЛГРГ. Пациенту проведено 6 курсов химиотерапии доцитоксил в стандартной дозе. И что мы видим после окончания химиотерапии? ПСА снизился у нас с 1769 до 56 нанограмм на миллилитв на фоне кастрационного уровня тестостерона. Болевой синдром у пациента сохраняется, но интенсивность снизилась. Ну, Васякович, вы же сказали, что мы все-таки можем назначить пациенту энзоутомид в последующем. Да, я это делаю. Я знаю, что в Москве идет наблюдательная программа, которая как раз подразумевает назначение, если я не ошибаюсь, вы мне поправите энзоутомида после уже индукционной химиотерапии доцитоксил и, конечно, данному больному однозначно это надо делать, потому что ПСА у него снизился плохо. Абсолютно с вами согласна, но через месяц мы получаем ПСА-61, вот он незначительно подрос. Можем ли этого пациента интерпретировать как кастрационно-резистентный через месяц после окончания? Нет, надо подтвердить. Да, пациенту, естественно, мы не можем пока интерпретировать как кастрационно-резистентный, все-таки пациента хотелось лечить дальше, так как ПСА у нас 56 составлял на момент окончания терапии, мы воспользовались наблюдательным исследованием, подали пациента на городской онкологический консилиум, и, Аборис Акальевич, Ваше слово. Ну и сделали совершенно правильно, что как раз и подтверждается в том числе исследованием энзомета, о котором я говорил до этого, куда включили 45% больных, которые начали доцитоксел, и вот оказалось, что у больных с первично выявленным процессом, здесь показана выживаемость без прогрессирования и снижение риска радиологического прогрессирования наблюдалось как у больных, которые получили доцитоксел на правом графике, так и тех, которые не получили доцитоксел, то есть назначение энзолутамида уже в процессе или после окончания химиотерапии доцитоксел также ведет к снижению риска радиологического прогрессирования, а у больных с первично выявленным процессом и к достоверному увеличению общей выживаемости, первично выявленным метастатическим процессом, достоверному увеличению общей выживаемости, как видите на этом графике, поэтому, конечно, такому больному вы совершенно правильно сделали, что назначили энзолутамид, не дожидаясь развития кастрационной резистентности. Ну да, согласно соответственно данным, которые вы только что представили, и наша клиническая практика показывает, что пациенты с продолженной поддерживающей терапией энзолутамид после индукции доцитокселом у пациента вызывают только клинические выигрыши. В нашем случае пациенту мы также провели палеотивную лучевую терапию на симптомный костный очаг, и через три месяца после старта энзолутамида мы видим дальнейшее снижение ПСА, а именно 45 нанограмм на миллилитр, и через шесть месяцев ПСА опять-таки продолжает снижаться 34 нанограмм на миллилитр. По радиологическим методам исследования у пациента регрессия тазовых лимфатических узлов, уменьшение размеров предстоятельной железы на 30%, и уменьшение размеров забрешенных медиастинальных лимфатических узлов. Пациент жалобы на боли в костях не предъявляет, из нежелательных явлений на фоне терапии отмечена только слабость первой степени. И в заключении хотелось бы сказать, что мы сегодня уже несколько раз говорили о стартом лечения метастатического гормоночистительного рака предстоятельной железы, и хотелось бы отметить, что антиандрогены второго поколения на фоне постоянной андрогенодепривационной терапии являются стандартом лекарственной терапии у пациента с метастатическим гормоночистительным раком предстоятельной железы, как у пациента с ДНОВа выявленным статические процессы так и с рецидивными статическим раком предстоятельной железы у пациентов с большой опухолевой нагрузкой так и с низкой опухолевой нагрузкой при айсап 4 и 5 где переносимость лекарственной терапии приемлемо спасибо большое всем за внимание можно спасибо большое можно по поводу вот вашего заключительного пациента я задам вопрос вы ему статус мутации не определяли мы пациент так как к нам обратился до определяли мутацию у пациента нет а вот если бы у него например он к вам пришел уже известно вот вдоль до начала лечения с известным статусом что он является носителем герминальной мутации версии 2 запланировали в последующем мы бы все равно продавать все равно бы начали с доцитоксела и вот к чему я бы начала с доцитоксела но я бы на подкорке имела ввиду что мы можем дальше назначить ему аллопориб нет на подкорке это понятно а вот начали бы имея что герминальная мутация версии 2 если вы подводите к тому что этот пациент является кандидатом для назначения триплета биратурона с лопорибом при развитии к структуре я ничем не подвожу я так сказал этому не противоречит да у такого больного я бы началась доцитоксела и объясню почему у больного издала что доцитоксел плохо работает у больного у больного не маленький объем поражения костей скелета и не факт что в дальнейшем вообще удастся вернуться к химиотерапии поэтому конкретно этого больного я бы наверное все таки с доцитоксела начала и оценила бы буквально после первого первого курса что происходит у меня спаса не пошел все дальше переходим спасибо такой тоже вариант можно просто увеличить скратность обследований уважаемые коллеги мы завершаем первый день нашего мастер-класса мне кажется что все устали но я надеюсь что это было достаточно интересно во всяком случае мне было интересно я горячо благодарю наших сегодняшних председателей докладчиков борис яковлевич огромное спасибо вам что вы нашли время в вашем плотном графике мастер-класс за приглашение